Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, ну что, сегодня опять же будет у нас, ребята, открытие персонажей. Но для начала давай заберем все наши награды, которые есть. Так, что у нас тут еще выпадет? Понятно. Так, ну здесь вроде бы разобрались. Ежедневки. Ну давай ежедневки сделаем, фиг с ним. Так, бои на арене, боец арены, компания героев, общий прогресс компании, автопобеда, чемпион налетов и вскрытие сфер. Дальше у нас идет пройти два испытания. Давай сделаем. Все, естественно, ребята, на автобое. Так, кредиты. Забираем. Так, усиление способностей. Отлично. Так, вылазка за медикаментами. Прекрасно. Так, давай вот здесь тоже заберем. Все? А, нет, еще, еще последний. Вот. Так. Замечательно. Просто-напросто. Все награды забрали. И, соответственно, здесь тоже. Так, купить припасы три раза. Подожди, припасы. Так, вот это возьмем. Вот это купим. Давай, наверное, вот это возьмем. Так, что тут у нас еще меньше всего? Наверное, вот это вот возьмем. И вот это. Так, здесь тоже докупим, наверное. Да, пока вроде бы здесь все. Сферы. У нас шесть сфер, которые мы можем открыть. А какие именно? Так, две это обычные красные. А кое? Мне нужно, кстати, вот этого вот, ребята, получить. Лунного солдата. Как-то так. Одна сфера на кредиты. Ну, нормально, в принципе. Так, и три сферы на что у нас идет? Ага. На уникальные предметы 14-й категории. Окей. Так, здесь вроде бы как все, да? Припасы мы купили. Все сделали. Так, здесь мы приобретем следующее. Гвенпул. Естественно, друзья мои. Раз я на нее коплю. Значит, будем дальше продолжать. Здесь у нас 5000. Отлично, ребят. Заходим в припасы и смотрим. Шерен Картер. Так, агент США. И Корк. Вот, в принципе. Ага. Тут у нас еще боеголовка. И йо-йо. Плюс Тор. Блин, двоих я не смогу взять. На двоих нам нужно 5 600. У меня ровно 5. Почти. Йо-йо. Или боеголовка. Или же все-таки. На агента США тратится. Ты даже не знаю. Ладно, давай, наверное, я все-таки возьму агента США, ребят. А Корк стоит аж 4200. Ничего себе. А что он такой дорогой-то? Интересно. Так, ладно. Давай смотрим теперь здесь, ребят. В припасах 825. Значит, что мы с тобой возьмем? Я коплю, ребят, на паука-призрака. Значит, будем дальше копить. Так, с сферы все понятно. Здесь у меня 4200. Значит, приобретаем с тобой ослепительную. Марию Хилл. Что еще нам надо? Больше нам, ребята, и не хватит что-то приобрести. Так, здесь у нас какие персонажи? Так, ну давай, Капитан Америка. И Хеллбастер. Так, Агата Хартнес. Так, подожди еще. И кто-то у нас сейчас, по-моему, в виде смертельного удара у нас может прокачаться. Так, ну давай здесь возьмем еще. Агата Хартнес. Так, и сферы. Нет, ну эти сферы мы брать не будем. Так, здесь у нас что? Здесь у нас, ребят, только если брать припасы. Так, Фантом Экс, Хеллбастер, ослепительная. Лунный дракон, Канг Завоеватель, Опустошитель, Ткач. Вот что мне нужно. Мне нужно, ребята, спасательницу прокачать. Это первое. Так, 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 сейчас, 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 сколько у меня? 63. Хм, Дэдпула, что ли, качнуть? Ну, я им не пользуюсь. Но четвертую звезду красную, наверное, все-таки, ребят, будет неплохо ему сделать. Так, что еще? У нас 13 звезд. Ну, я даже не знаю, ртуть не смогу прокачать. Ну, давай, давай, Ткач, Опустошителю, хоть он мне не интересен, но чтобы уж было. Так, вроде бы все, друзья, мы здесь. Да, это у нас невозможно получить. Ну, и забираем с тобой камеры сфер. Так, здесь и вот тут вот. Отлично. Так, здесь разобрались все, друзья мои. Забираем награды. Доступно. Так, подожди. Давай тогда сделаем вклад. Вот так вот. Посмотрю, сейчас в технологиях у нас 150 очков, поэтому здоровье прокачиваем. Вот так вот. Участвовать в трех компаниях ИЗО. Ну, давай тогда сразу ИЗО сделаем. Сразу, ребят, на 120 берем. И еще, ну, еще тридцатку, например. По 12 придется, да? Вот так вот. Участвовать в рейдах. В общем, тут уже все понятно. Так, ежедневку. Давай вот это заберем. Так, у нас, кстати, Тони Старк будет. Надо немножечко еще и получим его. Так, ну, это в рейдах можно, да? Наверное, я думаю, добить. Так, разборки откроем. Посмотрим, что у нас тут. Новый соперник. 328. Ну, давай попробуем. На симуляции, естественно, ребят. Так, хорошо. Давай далее. 340. Не знаю, вопрос очень интересный. Ну, давай посмотрим. Смогу ли я их тут порвать? Смог. Так, забираем награды опять же здесь. Не понял. А! Тьфу ты! Мне же рейды нужны. Че я делаю-то? Такой думаю, почему, главное, не вышло ничего. Молодец, Рей. Вот где нам надо. Ну, тут, конечно, да, ребята. Тут вопрос очень-очень-очень спорный. Хотя, если мы с тобой возьмем вот этих персонажей... Слушай, ну, как вариант. Как вариант у меня должно, по идее, получится, ребят, пройти здесь. Ну, посмотрим сейчас. Да, все отлично выходит. 43, 47, 48. Нифига там, ребята. Да что же вы опять-то мне... А, ну, тут уже все, ребят. Тут только такие. Сейчас нас как раз здесь, ребята, и порвут. Ладно. Ну, тогда здесь точно. Мне кажется. На гравитоне меня сейчас разнесут, наверное, в хлам. На гравитоне разнесут меня в хлам. Я немножко даже удивлен, что Лю Кейдж у меня переплевывает Дэдпула. Ничего себе. Ну. А, друзья мои, поражения. Прикинь. Вот это да. Ладно, я сейчас все равно добью. Так, убираем эту всю команду и ставим на замену. Раз, два, три, четыре, пять. Неужели проиграем опять? Нет, выиграли. Сколько у меня еще? Десять, так скажем, баллов. Это у нас зловещая шестерка получается, да, друзья? Ха-ха-ха-ха. Ну, я не знаю, сможем ли мы здесь выиграть. Капитан Марвел до одного алмаза улучшает... А как они улучшают вообще до одного алмаза? Я вот пытался, я так и не понял. Алмазы есть, но чтобы их улучшить как-то, я не понял, что для этого надо. Так, ну что, давай здесь посмотрим. А, тут я только вступаю. Так, ну что, я, наверное, начну. Раз, два, три, четыре. Вот, отсюда и начнем. Поехали. Ну, в этой команде, я уверен, вы тем более заметили, да, ребят, что у меня очень сильно прокачаны персонажи. А я тебе объясню, как это получилось. Помнишь, в позапрошлых сериях, когда у нас глючила игра, я говорил, разработчики будут извиняться и отсылать подарки на почту. Вот, они много, очень, ребята, всяких сфер, очень много сфер наотправляли, и мне хватило прокачать и нашу Марвел. И, да там дофига кого, ребят, я умудрился, успел прокачать. Так, ну что, я победитель, все отлично. То есть, два этих, два рейда мы с тобой закрыли сегодня. Ну, и, конечно же, забираем награды. Так, космические испытания. Оу. Подожди, а... Я на третьем месте. У меня одна победа, ноль поражений, пока, ребят, идет. Ладно. Это хорошо. Фига, я такой значок в первый раз сейчас увидел, который промелькнул. Так, мы еще по припасам, ребят, сколько у нас там? Баронзема. Намор. Очень соблазняет, ребят, купить мне боеголовку. По 20, тем более, идет. Ладно, перебьемся, наверное, пока. Так, ну что, здесь сделали, были, да? Так, космические испытания, война альянсов, реально времени. Так, вот это вот, заходи на сайт и получай бесплатный фрагмент сферы мазный рассвет. Не знаю. Так, здесь получаем все. Дальше. Опа. Золотая временная линия. А, ну это старое все, просто выглядит как-то немножко по-другому. Я уже не обращал внимания, что такая картинка. Так, здесь тоже забираем награды. И вот тут вот, спасение мира. Ну, вроде бы, вроде бы, как здесь все. Так, арена, события. Теперь, ребята, давайте открывать персонажа. И первый, кто у нас будет на открытии, ребята, это Бишоп. Герои космос-мутанты, бластеры, удивительные люди, Икс. Вербуем. Глаза-то у него так светится, офигеть. Ну что, друзья мои, выстрел лучом, это первая способность, снимает с основной цели контратаку. Наносит основной цель 60% урона, затем дает один заряд контратаки. На эту атаку нельзя ответить контратакой. Отлично просто. Так, вторая способность, лазер возмездия. Наносит основной цель 80% урона. И если среди союзников есть джубили, вместо этого наносит основной цель 180% урона. То есть, он с джубили, очень даже неплохо контактирует. Ну что же, отлично. Следующий, кто, ребята, у нас идет, это Бета-Рей Билл. Это у нас идет Дети Асгарда. Плюс это протектор. Блин, а что у него такая физиономия вытянутая? Это не человек, это какой-то, я не знаю. Я даже не знаю, как его назвать. Ну, монстр какой-то. Ну, почему-то с молниями, как у Тора. Ну что же, вербуем, ребята, его. Дети Асгарда нам нужны. Итого, у него три звезды. Первая способность это удар молниями. Наносит основной цели и всем врагам из одного ряда с тем же персонажем 110% урона. Враги с усилением защиты или регенерацией не могут заблокировать эту атаку. Так, в рейдах, когда этот персонаж проводит контратаку или приходит на помощь, при наличии у него регенерации, это контратака или помощь, дополнительно получает 100% к урону. Ну он, короче, больше для рейдов идет у нас, да? Наносит основной и ближайшим целям 150% урон, дает провокацию. Ну, в принципе, да, он как провокатор, само собой провокацию он и дает. Я же вербанул уже, что опять-то не так? Опять глюч, что ли, нет? Так, и последний, ребят, на сегодня это у нас злодеи, мир, мутанты, сдерживатели семи смерти. То есть, это получается у нас звери, но только темный. Дверы будем. То есть, такой пушкой какая-то интересная у него. Ну что же, тоже три звезды и первая, ребят, спасенность, это у него смертельное вещество. Наносит основной и ближайшим целям 100% урона. Когда этот персонаж проводит контратаку или приходит на помощь, накладывает ослабление атаки и блокировку лечения. Вот блокировка лечения, ребята, и блокировка способностей, по-моему, самые бесячие эти дебафы, как по мне. Еще слепота бесит. Так, и второй, это безумный химик. В рейдах призывает клона основной цели. Ага. Сила клона зависит от характеристик темного зверя, а не основной цели. Клон получает провокацию, накладывает усиление защиты на персонажа из всех союзников семени смерти. с шансом 50% призывает случайному союзнику с наибольшим уроном атаковать основную цель. Возрождает погибшего союзника из семьи смерти с 50% максимального здоровья. Такой, ничего себе, ребят. Баффер, блин. Ну что же, и идет у нас, ребята, повышение ранга на спасательницу. Так, сверхзвуковой репульсор. Дальше у нас опустошитель ткач. Получил и дэдпул. Получает вау. Дэдпул у нас, ребят, вообще прокачался на все звезды. Так, и что у нас еще тут? По-моему, тут, ребят, не хочет прокачиваться, да? Ну я, наверное, тогда вот сюда, наверное, воткну. Концентрация, урон. Так, сейчас, сейчас, сейчас глянем. Не хочешь, да, Колсон, прокачиваться у меня? Джиггернаута, конечно, хотелось бы мне, ребят, как-то вкачать. По идее, мне нужно получить звезду, для того, чтобы он мог дальше у нас, ребята, участвовать в событиях. Но чтобы эту звезду получить, нам нужны осколки. Так, Мэджик у меня еще, ребята, получает новый ранг. Третью звезду, да? Так, этот не хочет у нас полностью получить новый ранг. Ага, Мистик. Тоже, ребят, новый ранг. Так, Мистик тоже получил новый ранг. Значит, нам надо... Мистик получила Псайлок. Насколько я помню, мне еще нужно, ребят, прокачивать Псайлок. Вот она. Твою налево. Ладно. Восемь, всего восемь. Почему так мало, блин? Потому что нету бонусов, друзья. Просто нету элементарного бонуса. Так, у этого восемнадцать, мы десять получим, да? Это ровно, вообще там ничего не сыграет нам. Мне бы, конечно... Пустельга, ребята, офигенно бомбит. Я тут проходил один рейд, брал чисто компанию Пустельги. Я просто там всех рвал. Хотя враги были очень сильными. А я был, ну, слабый очень. Ой, не то сделал. Подожди секунду. Подожди секунду. Она надо вот это вот. Да, ну, мы тут заколебаемся копить. По-моему. Ну, да. Так что, пусть Эльга тебе придется пока потерпеть. не могу я тебя здесь так сказать, прокачать. Ну-ка, давай глянем, что у нас тут. Так. Бишопа давай, наверное, вкачаем. Сразу же 52 ранг, ребята, с куста. Ну, ранг это ранг, друзья мои. Он особо здесь не влияет. Какие-то, чтобы нам отличия давал. нет. Ничего такого тут не происходит. Тут все-таки, ребята, уровень шмотки и прокачка способностей влияет больше, чем какой-то там несчастный уровень. почему ребята, бишопа я захотел прокачивать. Ну, потому что он провокатор, друзья, и этот, конечно, Рэй, как его там звать, тоже можно было бы, но он идет как дети Асгарда. То есть, это Тор, это Хэлла, кто там у них еще идет в команде. О, 71%. Так, боец он. Да, тоже надо будет, конечно, эту команду прокачивать в обязательном порядке. вот, Беттер Айбилл и всех остальных. Так, три этапа опять завершили с тобой. Так, здесь получили. Блин, не понимаю. Что, вчера по улице пошоркаться, ребята, мороз был вчера, 12 градусов. Подостыл, что ли? Простыл, точнее, подостыл. Какой-то кашель сегодня нездоровенький. Так, что-то у нас тут за событие. Почему четыре? Раз, два, три. Последняя охота. Только зах... Только захватчики и Крэйвен. Подожди. Странно. У меня нет захватчиков. Здесь, друзья, я не могу дальше идти, потому что... Потому что от меня требует что? От меня требует джиггернаута, ребята, четыре звезды. А у него всего лишь три. Поэтому это событие мне не дают пройти. Как назло. Хотя награды очень шикарные здесь. Посмотри. Красота просто. Ну, видишь, не дают. тогда я, ребят, сейчас потрачу вот на эти вот сферки. Так, автопобеда. Вот так вот. А чтобы нам хирургический удар продолжить, нам что нужно сделать? Раз, два. Блин. Люди с четырьмя звездами. То есть, мне нужно прокачивать и Х, и боеголовку, и домино. А вопрос, а зачем я качаю тогда сейчас Псайлок? Это для какого, для какого испытания, для какого события? Раз, два, три. Ой, надо вот здесь вот. Так, получил мир с шестью звездами, это не то. Агенты считают шестью звездами. Да, тут тоже не то. Ну, тут нам нужен будет гром, насколько я помню. Так, пять детей Асгарда с четырьмя звездами. Раз, два, три, четыре. О, слушай, ну, ну, здесь вот, кстати, намного быстрее нам. два, три, четыре. Пять детей с четырьмя звездами. То есть, либо прокачать Сильванию, да, либо Сив. Тем более, Сив можно, ребята, за очки открыть. И тогда мы получим с тобой нагрома. Так, пять злодеев мистиков с пятью, подожди, с пятью звездами. Раз, два, три. Ну, тут тоже, ребята, есть, есть варианты. То есть, мы можем с тобой прокачать Рона на обвинителя. Раз, три, четыре. На пять звезд. И... Нобу. Самый оптимальный вариант. Но меня интересует, зачем я качаю... Здесь нужно мне открыть, ребята, желтого шерчня. Чтобы вообще можно было дальше получить на джубили. сколько там дается? Тридцать всего лишь. Тридцать. Маловато будет. Маловато будет. Но, тем не менее, можно будет уже начать событие-то. Так, погоди, а тут чего надо? Черный гром четыре звезды. Понятно. То есть, грома нужно прокачивать на четвертую звезду, чтобы вот этого получить. Подожди, а нафига я тогда качаю псайлок? Я что-то не врубился. Сфига ли, они у меня записаны в прокачке. А, может быть, вот здесь вот псайлок и мистик. Вот оно для чего. Пять людей и так раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Ну да, ребята, вот для чего. На того, чтобы получить магнета. Все, я понял. Значит, тогда мне надо будет следующим, кого прокачивать, это про зловещую шестерку я молчу, ребят. значит, вот здесь надо будет пять детей Асгарда. Раз, два, три, четыре. Значит, короче, надо будет делать акцент на Сиф, скорее всего. Акцент надо будет ставить на Сиф. Так, ну что у нас тут? Давай припасы разберем. Ого, аж двадцать пять сразу дали. Так, ну здесь наверное сразу все четыре откроем. Сиф выпало. Слушай, ну так нормально сейчас здесь досталось. Ага, сфера, друзья мои. Блин, Джаггернат, выпадешь, Джаггер. Джаггер хочу. Маловато. Маловато будет. Так, и осколки на персонажей. Ты посмотри-ка. Сиф выпадает как родная нам. Как раз она мне и нужна, ребят. Как раз она мне и нужна. Сиф. Леди Сиф. Так, здесь я наверное возьму давай, наверное, вот это вот. так, тут у нас содержит синее снаряжение. Так, блин, взять, может быть, все-таки боеголовку-то нам. Ладно, ребята, возьму я ее. Пускай будет. А Леди Сиф у нас где? Леди Сиф у нас в каких припасах-то сидит? Черт, я не понял, я же ее вроде бы где-то видел. Ладно. она. А, вот она, друзья мои. Да, можно было бы, конечно, ее купить. Приобрести. Ну, ладно, ничего страшного. Просто цель надо будет поставить после тех двух персонажей. Надо будет прокачивать Леди Сиф. Так, ну, что у нас еще тут остается? по кампаниям вроде бы все. По войне альянсов, ребят. Надо посмотреть. по войне альянсов мы в данный момент встаем в защиту. Ну, защита у меня, ребята, уже давно проставлена, поэтому я там ничего делать не буду. Так, я хотел посмотреть, значит, ребят, тогда события кампания. Поехали. Посмотрим мистические силы. Так, здесь у нас пройдено все. Кстати, надо будет еще как-то Кейт Бишоп открыть нам. Точнее, не открыть, а получить. Так, команда героев. Да подожди ты, господи. Союз злодеев надо пройти. Ну, что, поехали. А если мы, например, сделаем вот так абсолютно все крии. Поехали. Мне даже самому интересно, получится здесь или нет. Так, давай мы, наверное, на двоечку поставим и автобой. Я вспомнил, ребята, это, это хреновая затея была. Они же не видимсти. Естественно, у них уклонение будет. они сейчас зарубят. Ну, поехали. Так, минус один пока. Особенно вот эти вот ребята паршивые, которые с мечами. Да хорош призывать-то уже, а. Еще утворяет. У Таноса уже здоровья не осталось. усиление. Офигеть там набомбил. Ну что, попробуем. Забалкировали способности. Да, на свою ответку. Слушай, они заколебали, призывая ты, призывая. Давай-давай вот этого уничтожим. У нас провокация есть? Нет, по-моему, провокации ни у кого. Так, вот этот. А вот так, наверное, лучше делать. Так, это, ребят, последние шесть бойцов у них, да, я так понимаю. Погнали. Есть. Ну что, теперь ты, наверное, следующий будешь у нас. На, влобешник. Так, колдунья. Ну, в принципе, все, друзья мои, прошли. Идеально. на три звездочки, как я, ребята, и хотел. Так, ну, тогда давай дальше добивать. А что уж тут? Что у нас тут дальше? Это, кстати, ребята, сложный режим. Союз злодеев 1.7. Поехали. Наверное, команду я менять не буду. Если у нас чисто кри, значит, будем проходить чисто кри. Сколько тут? 14 противников. Так, колдунью надо сразу валить. Не получится сразу валить. Он этот, сделал их в инвиз. Так, ведьма, ты запарила уже там, а? Так, помощь призовем. Уклоняется, посмотри, а. Че он там делает-то? Когда способности блокируешь, все, ребята, ничего сделать они не могут. Слишком что-то часто не уклоняется, я смотрю. Очень часто уклоняется. Так, в минус. Сейчас новая команда, ребята, прибудет. Оу-оу-оу-оу. Такс. Колдунья. Ну, я, наверное, думаю, железного кулака вначале надо, ребят. Блин, опять в инвиз. А если так? Мне нужно достать мне нужно достать как-то железного, ребята, стального, как его там, стальной железный кулак. Все, пока он железный кулак. На, на. Добьем. Вот так ему. Ну и колдунья. Остается лишь. Да все, экранты. Так, и еще семь врагов прибудет. Так, вместе с предоводительством Нобу. Вот это бесит. Как ты меня бесишь? Скрытность, уворот там. Забафал, ты прикинь? Там целую кучу бафов наделал. Минус один. Да иди ты в пень, блин. Нобу, ребята, призвал еще их сиди на помощь двоих. Они ватные, правда, но тем не менее. Промахиваемся, понятное дело. Так, групповая помощь сработала. Да. готово. Ну что же. Нобу, куда ты там лезешь-то, скажи-ка мне на милость. Все, это последняя тройка, ребята, игроков. Все, способности мы им закрыли. Кастовать они сейчас, естественно, ничего не смогут. тотальное уничтожение идет. Ну что, нобу. скрытность тебе здесь не поможет. До свидания. Ну что же, отлично, ребята. очень хорошо сработанная команда. Они друг друга дополняют, как ты видел. И, в принципе, без проблем мы здесь всех разорвали. Так. А, вот у нас кто? Кэти Прайд здесь откроется. Ну, Кэти Прайд у нас есть. Она у нас давно открытая. Но тебе менее, чтобы вдруг нам захочется пофармить ее. Пускай будет. Я, наверное, ребята поставлю на троечку и на автобой, потому что здесь мы, я думаю, пройдем на изи. Хотя 20 противников. Блин, мне не нравится. У нас есть провокатор, есть. А не хила хочет, что ли, моего завалить? Есть. Минус один. Так, ребят, 17 их остается. Что-то как-то мне не нравится тут расклад. Так, колдунью надо шваркать. Да, контратака. Смотри, лезет. Она заблокирует, друзья мои, лечение. А раз блокирует лечение, нет смысла пока ребята делать нам хил. Сейчас мне нужно провокацию поставить. Вот, хотя бы так сделаем. Теперь можно сделать спокойно вот так вот. А, блин, спокойно вот так вот все равно же еще блокировка стояла. Ну ладно, она сама себя отхилит. Тут в принципе никаких проблем не будет. Да валите вы этого гаденыша-то. Пришел тут с провокацией. Так, готов. Ну и остается, ребята, это у нас мастер клинка. И потом еще девять персонажей завалится сюда. Так, ну что, страж руки. Опа, 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 вот это вот не нравится мне. Почему урона на так мало здоровья? смысл смысл ставить ребята блокировку, если они в невидимости. Абсолютно нету никакого толку толку от этого. Так, блокировку лечения сделали, Да, ты заколебал блин, со своим усилением лечением, а? Че так хп-то у тебя много, парень? Мы у него бомбим, бомбим, ему пофиг. О, упал. лечения усиления, блин. Так, провокацию под контратаку, а теперь блокируем способности. Но не всем. этого стража сейчас вольну, ребят. Мастер клинка, точнее. Готов. Хлопчик. Так, в минус. Оператор руки. Готово. Так, ну что, колдунья теперь? И последний, ребят, персонаж. Все. Да, очень даже неплохо, ребята, эта команда разруливает. В эту команду не вписывается, ребята, Танос. Сюда, конечно, бы медика надо было ставить. Ну, медика, я имею ввиду, он у меня слабо прокаченный, вот он, оракул Кри. Он бы здесь смотрелся бы нормально. так как они все есть стихи Кри и Космос, то это нормально. Хотя, там у нас не Кри. Или все-таки он Кри? Кри и Кри и Кри. там написано, что он Космос. А это кто у нас? Космос, это Гамора. Кри и Кри и Кри и Кри и Кри. тихо, ребята, восемь персонажей. Смотри, что творит. Сразу, ребята, они решают, хотят лишить медика мне. Но тут будет сложно, мне кажется. Почти убрали, прикинь. Офигенно. Да, не дают даже мне ходу сделать, блин. Утырки, блин. просто не дают хода сделать. Офигеть, блин, можно. У нас еще блокировка лечения, оказывается, была, блин. Нафига я тогда лечил их? Обалдеть. И с контратаками всегда стоят. Оглушенный был, блин. Сфигали спрашивается. Офигеть, разбирают меня тут. Посмотри сам. Забафанный, перебафанный там. Ты смотри. Я не могу его даже пробить. Кейджи, не могу пробить и все. Короче, тут проигрываем. тут, наверное, ребята, придется мне брать немножко другую команду. Просто кейджи не могу пробить, ребят. ты заколебала. А кто ты вообще такая? Коллинг-Винг. А, да. Вот так вот, ребята, разнесли меня тут в пух и прах, как ты видишь. 8 персонажей. Они просто с самого начала начали борзе на меня нападать. Видишь, дело в том, что мне некого, ребят, поставить сюда. Если бы здесь было бы феникс бы, да, тут было бы совсем по-другому немножко, ребят. Ну, это мало что изменит, но тем не менее, я попробую. Я понимаю, что это все не то, что надо. Кто блокирует лечение, мне интересно знать. Это заблокировало способность на Минерву. Ой, на... Ну, да. Ну, ты посмотри, ну, с херой ли, блин, ходит-то без остановки, блин. По два, по три раза, блин. Я-то кровотечение навешали. Все. Минерву, ребята, уничтожили. Я ничего. Ну, и как вот это вот объяснишь ты мне, блин? Как ты мне объяснишь, если они, блин, по три-четыре раза ходят, блин, за ход? Я не могу даже сделать хода. Нормально? Все, тут уже проиграли. Минерву. Они все-таки до нее добрались, друзья. Они до нее добрались и уничтожили. Да и остальных, естественно, тоже разбирают. Эта сволочь еще взяла, заблокировала способности на медике. Тварь, блин. Естественно, она ничего не могла сделать. Да ей даже не дали хода сделать. Дырки несчастные. Эта швабра, блин, аж три этих навешивает. Сразу три кровотечения. Прикинь. Ладно, ребята, мне пока, как говорится, здесь с ними не справиться. Надо будет прокачивать мне, наверное, Саблезубова и Локи, чтобы тут их порвать. Ладно. Так, что у нас еще? Так, ну здесь, ребята, вы видите, да? Вот это вот, кстати, мне тоже нужно будет открыть поглотители. Так, ну что, первую стадию я прошел полностью. Вот хочу теперь, ребят, здесь вторую, но... 60. Нифига там, ребят. Я сейчас просто кое-что гляну. Угу. Таким... С такими этими я, пожалуй, не пойду. Ладно, я тогда, наверное, сделаю, друзья, следующим образом. Автопобеду. Сделаю я тогда здесь. Так. Угу. Ну вот таким-то образом. А вот здесь вот мы сможем, но когда мы проверим. Ну, тут как вариант. Тут как вариант, ребята. Можно будет посмотреть. Сейчас попробуем. Давай глянем. Девять персонажей. Ну, поехали. Давай возьмем провокацию здесь. Аристократку надо эту завалить. Угу. Вот эти вот швабры тоже, кстати, бесевые. Так, провокацию взял. На тебе. Давай так сделаем. Хорош. А это как-то еще умудрилось выжить. Ну, все, это последние бойцы. Потому что их четыре осталось. Ну, этот, от кровотечения, по идее, должен копыта отдать. Хоть у него, правда, и хил там стоит еще. Да, он скукожился, парень. Ну, добиваем. Ну, здесь довольно легко, ребята, было. Здесь было довольно легко. Награды, конечно, такие себе. Но здесь, судя в другом, ребята. Здесь, когда проходит что-то событие, ты доходишь до какого-то персонажа, который открывается. Это здесь, например, будет... Здесь будет темный зверь. Ладно, темный зверь. Так, дубликат красной звезды. Дубликат красной звезды. И сегодня дубликаты, да? Одни дубликаты нет, чтобы что-нибудь путевое дали. А просто дубликаты. Ага, а вот, ребята, и Тони Старк. Десять карточек еще в плюс к нам пошло. Какая там сфера? Ага. Ну, обольщаться не будем, ребят. Красная звезда улучшена. Ну, спасибо. Это приятно. Хоть что-то. Хоть какой-то, ребята, бонус, да? Хоть какой-то бонус. А, вот это, что ли, получить? Ну, давай. Енот. Дубликат, опять же. Ну, конечно, ребят. Конечно же. Им проще дать мне дубликат. Так, сорок девять. Так, Мэнджик можно прокачать. Сто пятьдесят. Ну, это... Золотых. Я могу здесь вот Марию Хилл, либо Вонгой. Ну, наверное... Наверное, пока не буду здесь трогать. Гоблина прокачать на четвертую звезду. А у меня не хватит звезд. Понял. Тогда делаем следующим образом, друзья. Мэнджик. Так. Стоп. Эльза Блэдстоун. Один алмаз увеличивает характеристику на 85%. А почему именно только она? Я этой эльзой, друзья мои, не пользуюсь, если честно. Поэтому мне как бы не особо хочется именно на нее тратиться. Коллинг Винкс. Так, звезду мы улучшили. И, наверное, Лунному Рыцарю, друзья, лучшим. Так, еще десять могу, да, потратить? Ну, давай тебе. Хоть она у нас еще пока не открыта, но это уже, как говорится, авансом. Где ее найти-то? В каком событии, я уже не помню. Так, 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 так. Не получится. А здесь? Десятка. Так, ну, раз десятка, значит, можно будет еще потом кого-нибудь качать. Так, ну что, ребят, вроде по припасам все. По этим все сделали, да? А здесь давай вот так вот с тобой возьмем. И вот так вот. Пускай будет. Так уж и будет. Ну, и здесь еще. Лунному Дракону. Хоть она и не открыта, опять же, ребят. Ну что, дорогие друзья. Давайте на сегодня, наверное, мы с вами закончим. Следующую серию, я думаю, что мы, может быть, кого-нибудь успеем накопить. Или же откроем какое-нибудь событие. А я буду за кадром пока что делать. Арену бомбить и... Участвовать во всяких войнах. Так, повысим. Человек-паук. И здесь тоже повышение. Все, друзья мои. Так что, всем пока. И до новых скорых видосиков. Субтитры создавал DimaTorzok